Здравствуйте! Самые заметные события жизни Хабаровска в программе «Город сегодня». Старые остановки в Хабаровске заменят новыми. В настоящее время сотрудники администрации города составляют реестр всех остановок общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба, дизайнеры получили задание разработать простые, недорогие, но удобные павильоны для пассажиров. Планируется, что на них будут установлены камеры видеонаблюдения, подключенные к единой системе «Безопасный город». Шесть учебных заведений Хабаровска набрали первоклассников. Свободных мест для детей уже нет в пятой гимназии, лицеи и ступени, а также школах номер 24, 33, 63 и 68. С начала приема документов на зачисление детей в первые классы родители подали 5000 заявлений. Свои двери открыли все городские школы. Запись первоклассников по месту жительства завершится в конце июня. Полицейских, работающих на транспорте, поздравил с юбилеем мэр Сергей Кравчук. К транспортной полиции в Хабаровске 18 февраля исполнилось 100 лет. Сотрудники этой службы обеспечивают порядок на железной дороге, речном, в авиатранспорте и на вокзалах. Отличники службы получили награды. Во время торжественной церемонии благодарственные письма, подарки и медали вручили 28 полицейским. Более десятка домов сегодня утром, по информации диспетчерской, остались без холодной воды. Районы разные, причина одна – лопнули трубы. По данным, на 7 утра отключили. Отключения произошли неподалеку от Матвеевского шоссе и улицы Пилотов. Ночью была обнаружена течь из-под земли, которая привела к отключениям на Оборонной, Шевчука и Олега Кашевого. В общей сложности с утра без воды остались жители 12 многоквартирных домов. Все лопнувшие трубы находятся в ведении водоканала. Один подъезд в доме по улице Краснореченской, 123, временно отключили от газа. На трубе, подходящей к дому, нужно заменить кран. На уборке дорог, дворов и улиц Краевого центра, а также в других городских работах, вчера днем трудились 25 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. На ночном дежурстве остались 15 машин. С улиц Хабаровска за сутки вывезли более 110 кубометров мусора. Дорожники отчитались, что на Хабаровские трассы высыпали более полутора тонн противогололедных средств. Владельцы квартир в сгоревшем бараке на улице Ногишкина 3 в Хабаровске получат новое жилье. Однако, когда это произойдет, неизвестно. Жильцов должна расселить московская компания, которая арендует участок под застройку в центре Хабаровска. При этом на расселение денег у застройщика нет. Замкнутый круг в репортаже Александры Тепляковой. О пожаре на улице Ногишкина, который произошел 6 февраля, до сих пор напоминают обгоревшие доски. Вторую часть деревянного барака спасла кирпичная стена, которую три года назад возвели после предыдущего возгорания. Сейчас в уцелевшей части дома живут только собаки. В 2007 году участок напротив мэрии взяла в аренду московская компания «Жилстрой реконструкция». В планах застройщика снести старые бараки и построить жилой комплекс, который будет состоять из трех высоток и одного пятиэтажного здания. Строительство займет два с половиной года, но чтобы к нему приступить, нужно решить вопрос с расселением. На момент пожара в доме оставались лишь две семьи. Та, в которой погибли женщина и ребенок, снимали здесь жилье. Другая владелец одной из квартир переехала после ЧП в маневренный фонд. 70% жильцов застройщик успел расселить. Еще часть съехала после первого пожара в 2015 году, так и не дождавшись нового жилья. В течение вот этих 12 лет, в течение этого времени мы находимся вот в таком подвешенном состоянии, снимаем квартиру, у нас нет своего жилья. То есть нас не расселяет ни застройщик. По словам застройщика, тормозят расселение большие запросы жильцов. Компания надеется на помощь администрации Хабаровска. Признав их аварийными, мы бы могли ускорить процесс расселения, потому что это происходит согласно законодательству, но многие хотят на Красной площади квартиру. По словам застройщика, у компании временные финансовые трудности, но ответственности за расселение жильцов из ветхих домов, которые стоят на очень дорогой земле, они себя не снимают. Александра Теплякова, Илья Васильев, телеканал «Губерния». Все выходные в Хабаровске ощущался сильный запах дыма. Пожары зафиксированы на левом берегу Амура. Ситуация пока не катастрофичная, но ветер способствует распространению огня. Чтобы дымом не пришлось дышать дома, специалисты рекомендуют пользоваться кондиционерами. Они фильтруют воздух эффективнее мокрых простыней на окнах. Простой кондиционер марки «Бисмарк» стоит около 14 тысяч рублей. Дополнительные функции поднимают цену. Бесшумный кондиционер от «Зануси», который управляется с помощью смартфона, стоит уже 22 тысячи рублей. Кондиционер «Хайер» дополнительно оборудован очищающей ультрафиолетовой лампой и антибактериальным фильтром. Цена 25 с половиной тысяч рублей. В сезон пожаров врачи также рекомендуют пить кислородные коктейли. Точек продаж в Хабаровске несколько, но напиток можно готовить дома. Все ингредиенты легко заказать через интернет. Смесь на 100 порций обойдется примерно в 500 рублей. Ее делают из натуральных компонентов. Вкус зависит от сока, который вы добавите. Для приготовления кислородного коктейля может понадобиться коктейлер – емкость с трубочкой для подачи газа. Сам газ продают отдельно. Набор для приготовления коктейля в интернете стоит 883 рубля. В комплект входит кислородный баллон, трубочка, диффузор и пакет раствора на 20 порций. Набор подходит для приготовления коктейля по одной порции. Модный показ состоялся в Хабаровске на выходных. Недостроенное помещение в одном из торговых центров за пару дней превратили в площадку для шоу. Мода и стиль в репортаже Александры Романовой. Свет софитов, камеры и команда «Мотор». Нет, это не съемочная площадка, а модный показ от студии «Крылья». Впрочем, декорации не хуже киношных. Жутковатые маски, африканские мотивы и даже чучело волка. Все, чтобы разбудить первобытные инстинкты. Именно так дизайнеры назвали представленную коллекцию. Это путешествие европейской девушки к этим истокам. Это не только Африка, это погружение вообще в мир национальной культуры древних времен и народов. И вот такой получился микс. Модный показ – это целое шоу, где важно все – от музыкальной подборки до освещения. Причем зритель принимает в действие непосредственное участие. Гостей попросили прийти в определенной цветовой гамме для эстетики. Дресс-код сегодняшнего вечера черный. Большинство гостей пришли в нарядах именно этого цвета. Черный давно перешел в разряд классики, а маленькое черное платье, придуманное еще Коко Шанель, есть в гардеробе практически у каждой девушки. Модные показы в Хабаровске проходят не чаще двух-трех раз в год, поэтому каждый раз это событие. В зале ожидаем аншлаг. В этом году на показ приехал один из ведущих стилистов страны – Алексей Сухарев. Именно он стоит за кулисами российских телевизионных шоу о моде. Кроме того, Алексей подбирает образы для телеведущих. О моде знает все. Охотно рассказывает о том, что будем носить в этом году. Это и животный принт, это горох, это арт-принт, фото, история какая-то. Ну и, конечно, спорт во всех его проявлениях, опять же, к сожалению. То есть все эти уродливые кроссовки будут дальше с нами. Хабаровские дизайнеры от модных тенденций не отстают. В коллекции животные принты и натуральные оттенки. Все 40 образов показа выполнены как линия «прет-а-порте» в буквальном переводе с французского «готовая к носке». А значит, прямо с подиума наряды могут отправиться в гардеробы хабаровских модниц. Александра Романова, Станислав Михайлов, телеканал «Губерния». Мы продолжаем. 18 февраля 1969 года родился прославленный хоккеист хабаровчанин Александр Могильный. Об этом исторический календарь. Он по праву заслужил славу самого титулованного хабаровского хоккеиста. В Хабаровске Могильный делал первые шаги в спорте. Его тренером был Валерий Дементьев, который в то время руководил дворовой командой «Юность». Начинал играть Могильный в турнирах «Золотая шайба». В Москву подающий надежды спортсмен переехал в 15 лет. В столице он стал выступать за юношескую команду спортивного клуба армии. В 1988 году Александр Могильный стал олимпийским чемпионом, а после серебряным призером молодежного чемпионата мира. До мая 2015 занимал должность президента Владивостокского клуба «Адмирал». Сейчас Александр Могильный является президентом клуба «Амур» в Хабаровске. Начало недели – время собирать новые знания. Завтра, 19 февраля, в Хабаровске будет несколько полезных курсов для взрослых и детей. Читать быстро, но вдумчиво учит школа скорочтения. Методикой обучения пользуются более 300 специалистов из 96 городов России и стран СНГ. Занятия подойдут для детей, которые пока плохо читают, долго выполняют домашние задания, с трудом усваивают новое и отвлекаются на уроках. В школе научат быстрее усваивать информацию из текста на слух и визуально. Завтра днем можно посетить бесплатный пробный урок. Полезные эксперименты по обучению детей проводят в развивающем центре. Это будет математический интенсив. Преподаватели подготовили программу обучения в новом формате и хотят понять, как его воспримут дети. Урок будет проходить как игра с личным и командным состязанием. Преподаватели будут рады, если на урок придут и родители. Занятия два, они платные. Для взрослых и детей устраивает праздник фонарей научная библиотека. Праздник фонарей – это часть китайской традиционной культуры. В этом году он выпадает на 19 февраля. Его отмечают в конце самых длинных новогодних каникул. На празднике в научной библиотеке можно узнать, почему именно фонари и почему праздник так популярен. Попробовать традиционное китайское блюдо и поболтать на китайском. Это была программа «Город сегодня. Жизнь краевой столицы в событиях, людях и цифрах». Информационная служба телеканала продолжает свою работу. Увидимся в городе. Счастливо!